Всем привет, это снова Игорь. Как я и сказал в предыдущем видео, я перехожу на мини-симуляторы, или необычные игры, или простые симуляторы, или пародиями на игры-симуляторы. Все лучше, 3D-симуляторы от немецких фирм Astrogon Software, Rondomedia и Week Entertainment я уже осмотрел. И сделал на них свои видео-обзоры. Так вот, теперь остались только все наподобие. Так я сказал уже сразу, предупреждаю, ну как не предупреждаю, просто говорю, кому не нравится, могут просто не смотреть. Сейчас будут в основном все такие. Так вот, следующий симулятор, а нет, теперь давайте так будем говорить. Следующий мини-симулятор, у меня уже был один такой симулятор лифта, а этот симулятор тоже простенький, симулятор сидения за компьютером. То есть вот, как и в реальной жизни, пришли вы с работы домой, или с учебы, поели, поспали, и свой любимый компьютер. Присаживайтесь. Ну, или сразу некоторые с работы из-за компьютера, или с учебы. Присаживаются. Оп. Сейчас, сейчас. Оп. Начинайте печатать. Стучать по комнату. Кстати, смотрите, мышка точно такая же, как у меня. У меня вот точно такая же, сейчас, серьезно. От Genius. Клавиатура не совсем такая, но у меня была такая. У меня сейчас от Defender, она была такая. Колонки у меня такие есть, с сабвуфером, но я использую сейчас маленький. Так, смотрим, что у автора на компьютере. Когда, блин, не могу, как зафиксировать камеру. Вот так. У него есть у Торренды, причем, смотрите, как их много. У него есть фрабс, у меня то же самое. Так, что у него еще есть, как на компьютере? Unity, да, вот, кстати, Unity, видите, у него все лево, вон. Google Chrome, у меня, правда, Firefox. А, вон, Firefox у него есть. Unity, видите, значок. Ну, давайте уж покажу, так и будет. Ой, блин. Чтоб ты, вот это Unity, значок. Так. Э! Вот. Тут как-то мышка странная. Вот Unity, значок. Так вот, все эти мини-симуляторы, мини-игры, сделаны именно на движке Unity. Unity. Вот он. Да что ты? Может, надо отъехать? Нет, наоборот, надо подъехать. Вот это значок Unity. У нее те... Пьяный он, что ли? Он, наверное... А, он уставший с работы тут. Потому что я не могу наехать. Или это я пьяный? А я проснувшийся только. Я не пью. И не курю. И все. Вот, вот он. Фу, блин, наконец-то я наехал. Все это такое-то. А почему я... Кстати, Windows у него установлен. Семерка, наверное. Я черночок не помню такой. Так, что у него еще есть на компьютере? Что-то я еще тогда замечал. Unity H2, знаете, как? Или 3. Чип есть. О, это его толстый есть. Тимон толстый. Ну, как же без Стима-то, конечно, Стим. Надо все проверить. Торренты. Майнкрафт есть. Ну, как же, конечно. Сейчас у всех популярна эта игра. Только я ее не люблю. Многие ее любят. Но в основном молодежь. Потому что когда они родились, только видят, которые игры сейчас выпускают. Они думают, что это самое самое. Ну, им нравится, видимо. Мне нет. Потому что мне уже под 40 лет. Мне нравятся только старые свои игры. Ретро-игры, как я называю. Ну, симуляторы. Ну, симуляторы в основном особо мне не нравятся. Ну, так, как бы, нравится. Я просто делаю на них обзоры и сразу удаляю. Потом, может, некоторые пройдут. Судя по которому обзору, кто мне понравится. Как-то так. Кстати, у него, смотрите, видите? Вот. 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 Вот эти вот файлы. Они немножко размытые. Значит, он сделал на свойствах папки в настройках. Показывать скрытые файлы и папки. Наверное, мы обученные на этом. У него нет антивируса. Почему антивируса нету? То есть, угу бы ни Касперского, ничего. Странно. В современном мире надо с антивирусами. Даже сидеть не с одним, а с многим. Хотя они иногда и не помогают. Некоторые без них сидят, говорят и не жалуются. Говорят, у нас все нормально. Ну, что у него еще тут на компьютере интересного есть? Ну, да, я, как уже сказал, сейчас у меня в основном все будут такие симуляции. О, подождите, я там у него есть. Да, я не знаю. Так, как встать-то? Как отсюда встать? Да, ё-моё. О, а на улицу мы можем было пройтись? Нет. Нет, все, в одной комнате вы застряли. Вы заложник. Вы заложник своей комнаты. Я так вам скажу. Так, во время... Время даже идет. Часы, вот что я на все обратил внимание. Но стена у него кирпичная, у меня бетонная. Он как будто бы в каком-то... Ага. Смотрите, судя по планировке, да? Судя по планировке, раз камин. Судя по планировке, он в коттедже. В городном домике в каком-то или в своем частном домике, да. Ну, что... Ну, не знаю, может и... Сейчас уже новые дома и разные дома и по заказу даже делают. Может быть и в городе он... Не за городом. Сейчас вот в таком доме. Говорят, этот развивается, симулятор активно. Это уже, по-моему, 05-я версия. 2014 года, кстати, игра. Этот симулятор. Что ж, будем ждать... Или не будем ждать продолжения данной игры. Ладно, с вами был Игорь. Всем до свидания. Забыл сказать... Точнее, упомянуть... Такую деталь. Это у меня уже 91-й симулятор. То есть, если получше симулятор, можете посмотреть на форуме. Ссылочки в Светлокитае под описанием. С перечнем... С перечнем... Да, это лист... Как он там называется? Лист... Всех... Осмотренных мной 3D-симуляторов от немецких фирм. Astragone Software... Week Entertainment... Astragone Software... Astragone Software... Да, блин... Astragone Software... Rondomedia и Week Entertainment... Вот, я хочу в правильной последовательности говорить. Потому что я вот так свой топ их составил. Остальные у меня не рассматривают вообще фирмы... Выпустяющие симуляторы. Там есть еще и Aresoft и многие другие неплохие фирмы. Еще какая-то там немецкая фирма-конкурент появляется на рынке, но они в сравнении с Astragone пока не идут. А это, по-моему, если я не ошибаюсь, нет, я думал это русских производителей, но читаю вон какой-то Назар... Назар ткать, хотя, Назар ткать, что-то или не хочу обижать, извиняюсь сразу, может я не прав, может татарское имя или нет. Не знаю, не знаю, кто сделал, поэтому все, я не буду ничего, буду мой, чтобы не заболтнуть лишнее. Лучше промолчу. Субтитры сделал DimaTorzok